Фёдор Кунюхов Говорите, вы, Алексея Леонидовича, заберете в путешествие, и тогда на 154 дня всё становится... У меня есть другое предложение, чтобы вы стали послом Челябинской области в мире, чтобы доносили о тех людях, о тех красотах, которые у нас есть. Затем Алексей Текслер делает ещё несколько громких предложений путешественнику. Первое – образовательное. Создание серии видеоуроков по географии для южноуральских школьников. Второе – новое путешествие, хоть и небольшое. Ваш директор тоже одобрил такую идею – сделать тур такой автомобильный по Челябинской области на автомобилях Уралаза. В этом году, вы знаете, области исполнилось 85 лет. Показали возможности этой техники, в том числе на сложных участках пути. И Фёдор Кунюхов предложение принимает. После осмотра производства глава региона посещает Государственный ракетный центр имени Макеева. Стратегическое оборонное предприятие, работа которого особенно важна для региона и страны. Встречается Алексей Текслер и с Союзом за развитие МИАСа. В состав организации вошли ключевые предприятия города. Приветствую их, глава региона повторяет тезис своего послания ЗАГС Собранию. Города области – недойные коровы. Бизнес должен вкладываться в развитие территорий. Здесь есть идеи по развитию социальной сферы, и бизнес готов вкладываться. Для этого нужно подтянуть и улично-дорожную сеть, и было принято решение сделать дорогу основную на Маш-городке. Тем более будет юбилей этого микрорайона. И Союз подключиться к решению проблем города готов, заявили промышленники. В День России 20 лучших школьников области – отличники. И спортсмены получили свои первые паспорта в региональном правительстве. Глава области Алексей Текслер поздравил их и поделился, как сам когда-то получал самый важный документ. Было в Челябинске, в Минне, в праздничной атмосфере. Но и обстоятельства, и человека, который меня включал, и слова, которые мы говорили, я помню, очень хорошо, и хотел бы, чтобы и для вас этот день был особенный. Мы договаривались, что качество, начиная с этого года, должно быть безупречным. Вообще у нас ознакомлено. Ну это правильно, что я сказал. В Челябинске стартовал ремонт дорог. Работы начал нижегородский подрядчик. Начали с улицы Худякова. Тут заменят дорожное полотно на всем протяжении – от Воровского через мост и до университетской набережной. Всего по контракту нижегородцы отремонтируют 18 участков по всему Челябинску. Глава региона Алексей Текстлер лично контролирует начало ремонтных работ. И отмечает, люди должны ездить по хорошим дорогам. Это резонансная и важная тема для всех жителей области. За пять следующих лет мы нарастим объем ремонтных работ. Совершенно по-другому будем относиться и к содержанию дорог. Только в Челябинской агломерации за пять лет будет отремонтировано около двух тысяч километров. В Магнитогорской около тысячи. Только этот подрядчик отремонтирует больше 921 тысячи квадратных метров дорожного покрытия. Закончить работы должны в октябре. А в администрации города после увольнения начальника дорожного хозяйства уже начали готовить новые контракты на ремонт других улиц. Планируется отремонтировать и значительную часть центральной части города. То есть это улицы и коммуны, улица Энгельса, улица Курчатова, улица Российская, затем улица Труда. То есть практически все гостевые маршруты, которые будут задействованы в саммите Шусс и Брикс, попали в программу безопасной качественной дороги. Подрядчик дает гарантию на асфальт 4 года. Алексей Текслер дает указание усиленно контролировать качество покрытия. Алексей Текслер презентует потенциал Челябинской области главам 11 стран. Глава региона вместе с президентом России отправился в столицу Киргизии. Там стартовал саммит Шанхайской организации сотрудничества. В следующем году саммиты Шусс и Брикс принимать Челябинску. Поэтому присутствие в Бишкеке – огромный опыт. Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан – не просто дружественные страны. Это важные стратегические партнеры для области. Наращивание сотрудничества с ними поможет местным производствам увеличивать экспорт, а культурным центрам народов сохранить традиции.